Здравствуйте! Сегодня главная новость и не новость вовсе. В музее-усадьбе Царицыно идет выставка «Стать Романовым! Воспитание и образование детей российских императоров». Вот как бы не было у нас ни трех революций, не было ста лет республиканского строя, конституции, ничего не было. Как в какой Англии сидят себе Виндзоры в своих виндзорских замках, а у нас Романовы? Нашлись и детские игрушки Романовых, и их крестильные рубашечки, и школьные сочинения, которые писал будущий государь-император Николай I. Все, оказывается, где-то сохранялось до поры, и пора настала. Это самая первая глава Конституции РФ, которая так и называется «Основы конституционного строя». И статья за номером 1 гласит Российская Федерация, Россия, есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления. И такое оно демократическое и правовое, что можно смело плевать на основу его конституционного строя, и даже получать от него же зарплату, гонорары, гранты разные. Но для начала о царской усадьбе Царицына, фактически бессмертном памятнике самодержавной бесхозяйственности и самодурству. Решил государиня Екатерина Великая, ну а об ту пору еще просто вторая, построить себе московскую резиденцию. Очень ей Царицына понравилась, прям рай на земле. Писал сама Екатерина про усадьбу, которая Царицыным тогда не была еще. Ее позже так назвали, понятно, в честь кого. Но сама она была здесь всего три раза в жизни. В ней понесколько. В первый раз, когда давала архитектору Баженову техническое задание. Второй. Десять лет спустя, когда осмотрела построенный под чистовую отделку дворец и велела его разобрать до фундамента. В третий раз с проездом из Крыма, когда за новый проект принялся архитектор Матвей Казаков. Этот тоже строил десять лет, тоже потратил уйму денег, а когда дошел вопрос о сдаче проекта под чистовую отделку, царица возьми да и помри. А потом так недоделанный дворец простоял в виде живописных руин двести слишком лет. Пока вдруг столичные власти не решились на казенный счет восстановить то, чего никогда не было. И восстановили дворец в наилучшем виде. Естественно, за счет безразмерного столичного бюджета. Даже памятник Екатерине нашли, сохранившийся где-то в Армении. И установили его в парадной зале, получившей название Екатерининской. Где Екатерина, поятное дело, не бывала никогда и бывать-то не могла. И теперь там выставка про воспитание российских императоров. То есть, как из хороших, в общем-то, детей, вырастить целую плеяду тиранов и самодуров. Очень подходящее место. И напрашивается название следующей выставки «Стать Юровским». Про помощь канала не напоминаю. Кратко. По неофициальным каналам прошла информация о смерти Дмитрия Быкова. По официальным – молчание. То ли не дошло еще, то ли не удостоили внимания. Ну, надеюсь, может, все-таки утка. Эксперты прогнозируют резкое подорожание шоколада в российских магазинах в ближайшие месяцы. Какао-бобы за последние полгода выросли в цене почти вдвое. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на юге японской префектуры Миядзаки. 4 апреля землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов префектуры Фукусима. Валентина Матвиенко стала героем труда России. Остальные высокие награды у нее, кажется, уже есть. Экс-министр культуры просится на фронт. Осужденная за взятки экс-министр культуры Крыма Вера, она же Арина Новосельская, подала заявление на поступление на службу в зоне специальной военной операции. Бывшая чиновница сообщила правозащитникам, что подала заявление еще три месяца назад. В июле 1923 года замоскворецкий суд Москвы приговорил Новосельскую к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима за получение взятки в размере 25 миллионов рублей при стоительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства. В ноябре 1921 года Новосельская была уволена с поста главы Минкульта Крыма. Ну, конечно, такая взятка не министерский уровень. Я обратил внимание, как много осужденных за коррупцию чиновников хотят попасть на СВО. Практически все. И еще просто. Как их много. Такое чувство, что отсидка за коррупцию стала просто обязательным элементом в чиновной карьере. И по делу той же Новосельской осуждено десятка-полтора чиновников помельче. Зона СВО превратилась в отмывочную для вороватых чиновников. Только отмывают не деньги, а репутацию. И потом только намекни про темное прошлое геройского человека. Сам сядешь. В Оренбургской области остаются подтопленными больше 10 тысяч домов. За текущие сутки по области вода ушла из 311 живых домов из 1733 полеусадебных участков, в которых зарегистрированы 1718 человек, из которых 349 детей. По состоянию на утро 8 апреля остаются подтопленными 10 168 жилых домов, 18 471 приусадебный участок, это говорит в сообщении МЧС. Глава МЧС Куренков объявил паводок в Оренбургской области чрезвычайной ситуацией федерального масштаба. В некоторых районах Ворска вода практически поднялась до уровня вторых этажей частных домов. Уровень воды в реке Урал превысил ее проектный уровень на 4 метра. Власти призывают людей эвакуироваться, не дожидаясь, пока вода достигнет их домов. А теперь будем елки стричь на порох. Предприятия Ростеха начали производить из древесной льняной целлюлозы порох для боеприпасов. Новый продукт ничем не уступает традиционному из хлопкового сырья. Это рассказал в интервью ТАСС индустриальный директор кластера вооружений боеприпасов спецхимии Госкорпорации Бехан Аздуев. «В прошлом году предприятия Ростеха начали промышленное изготовление пороха из альтернативных видов сырья – древесной льняной целлюлозы. Результаты позитивные. Комплекс испытаний и практических стрельб показал, что такой порох ничем не уступает традиционному. Недостатков в древесном сырье в России нет», — сказал он. По словам Аздуева, в перспективе доль нового сырья в производстве порохов достигнет 60-70%. А крупнейший производитель хлопка в мире, Китай, наверное, плохо соображает, раз кроме своего еще и закупает среднеазиатский коротковолокнистый хлопок, который кроме пороха мало к чему пригоден. И США, находящиеся на втором месте в мире по производству хлопка, тоже продолжают делать порох по старинке, хотя дров у них тоже хватает. В свое время я лично готовил переговоры с вице-премьером Таджикистана, который предлагал России взять в долгосрочную аренду крупные земельные участки в республике и производить там хлопок исключительно для России. Мысль была живая, но что-то не пошло в общем дело, да и правительство скоро поменялось. 20 лет прошло, а ведь решался и вопрос трудовых ресурсов. Они могли там, у себя дома, выращивать хлопок за российские деньги, там же и перерабатывать его, а не перец сюда возить коробочкой и красить стену. А теперь будем елки стричь на порох. Или что там еще из этого получится. Продолжение следует...